В ближайшее время мы послушаем с вами замечательные и очень редкие записи, которые сделал оркестр Берта Эмброуза. Это английский танцевальный оркестр, очень популярный как в Англии, так и в Европе, и даже в Советском Союзе в предвоенные годы, то есть в самый конец 30-х и начало 40-х годов. В репертуаре этого оркестра были в основном американские популярные мелодии. Ну вот сейчас вы услышите одну из них. Это песня, которая называется «It's Wonderful». КОНЕЦ КОНЕЦ В эфире звучат предвоенные записи популярного английского танцевального оркестра, которым руководил Берт Эмброуз. Сейчас вы услышите еще один хит, который, в общем-то, родился в Америке, но стал популярным и в Европе. Это песня, которая называется «Луиз». Ее поет Эдди Гроссбарт. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Берт Эмброуз, чьи записи вы сегодня слушаете, родился в Лондоне в 1897 году. Он получил прекрасное классическое образование и заявил о себе как блестящий виртуоз-скрипач. Но его музыкальная карьера пошла по другому пути. Он постепенно стал одной из популярнейших фигур в мире новой популярной танцевальной музыки, получившей широкое развитие после окончания Первой мировой войны. В 1917 году он отправился в Соединенные Штаты и начал там работать в обычном небольшом оркестре, который играл в кинотеатрах Нью-Йорка. Затем он даже возглавил свой состав, начав работать в одном из клубов на Бродвее. Его оркестр участвовал в открытии зала Palace Royal. После успешной работы в Нью-Йорке Эмброуз в начале 20-х годов возвращается в Англию. И, между прочим, в Palace Royal его заменяет прибывший в Нью-Йорк из Калифорнии молодой дирижер-скрипач по имени Пол Уайтман. А в Англии Эмброуз создает свой небольшой состав в 1923 году и делает с ним ряд записей, которые поначалу не имели большого успеха. Он снова возвращается в Соединенные Штаты, но затем все-таки окончательно обосновывается в Лондоне и начинает там работать в 1927 году в танцевальном зале одного из лондонских отелей. Его оркестр делает целый ряд записей, которые приносят ему, в общем-то, всемирную славу. Субтитры создал DimaTorzok Вы слушаете записи, которые были сделаны в период с 1928 по 1930 год известнейшим английским танцевальным оркестром, которым руководил Берт Эмброуз. Между прочим, в этом оркестре на тромбоне в то время играл ставший уже в послевоенные годы популярнейшим руководителем английского джазового биг-бэнда Тед Хи. Сейчас вы услышите очень популярную еще до войны мелодию, которая, как ни странно, стала основной мелодией и даже дала название популярному мюзиклу, уже снятому в 50-е годы в Соединенных Штатах Америки. Этот мюзикл, так же, как и эта песня, назывался Singing in the Rain. Субтитры создавал DimaTorzok Английская танцевальная популярная музыка отличалась от американской чем-то совершенно неуловимым, каким-то своим колоритом и, я бы даже сказал, наивностью. Но, тем не менее, все-таки она была построена по принципам американской популярной танцевальной музыки, которая затем перешла в джаз. И вот, в частности, сейчас вы услышите один из примеров. Это песня, которая была написана, в общем-то, известным американским джазовым пианистом, которого звали Фэтс Уоллер. Это его известнейшая мелодия, которая называется «Ан't Misbehavin'. «Ан't Misbehavin'. «Ан't Misbehavin'» «Ан't Misbehavin'» «Ан't Misbehavin'» «Ан't Misbehavin'» «Ан't Misbehavin'» У микрофона Алексей Козлов. Я рассказываю о записях популярного танцевального английского оркестра, которым руководил Берт Эмброуз. Сейчас джазовые критики иногда называли музыку такого сорта как sweet music, такая сладкая музыка. И, в общем-то, это соответствовало действительности, ну, как, например, следующая композиция. КОНЕЦ 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 Сейчас прозвучит еще одна песня, записанная где-то в 29-м году. Она называется «Пикколо Пит». Поет популярный тогда в Англии Лу Абелардо. КОНЕЦ 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 Отнюдь не всем известно, что в 1935 году специальным постановлением Политбюро ВКПБ В. Джаз в Советском Союзе был легализирован и были созданы госджаз-оркестры во всех республиках Советского Союза. Это был хитрый ход, который предполагал использование этого популярного жанра в пропагандистских целях. И таким образом оркестр Берта Эмброза стал как бы образцом для многих тогда появившихся в Советском Союзе танцевальных так называемых джаз-оркестров. На этом я прощаюсь с вами. У микрофона был Алексей Козлов. Субтитры создавал DimaTorzok